Время новостей на телеканале ДОМ, в студии Светлана Леонтьева. Доброй ночи. В Украине утвердили календарный план бесплатной вакцинации от COVID-19. Иммунизация начнется в феврале и пройдет в несколько этапов. Согласно календарю, в первую очередь защиту получат медработники, лечащие коронавирусных больных и работающие в зоне ООС. Дальше украинцы старше 80 лет и врачи-первички, потом все остальные медицинские работники. По данным Минздрава, Украина нуждается в дополнительных 15 миллионах доз. Сегодня президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет зарегистрировать вакцину от коронавируса по ускоренной процедуре. У всех странах мира на сегодняшний день вакцины используются за процедурой так называемого emergency use, экстренного использования. И сегодня Украина внесла изменения в законодательстве Украины про лекарские и лекарские средства. И у нас уже дозволено на сегодняшний день, практически с завтрашнего дня, после подписания президентом, регистрация вакцин за процедурой emergency use. Но термином на один год, после того, это будет откликано. И это относится только вакцин для профилактики COVID-19. Еврокомиссия утвердила документ, которым запретила вывозить в третьи страны вакцины без одобрения стран-членов ЕС. Исключение для гуманитарных поставок в рамках инициативы COVAX, а также для соседей ЕС. Среди стран, которым не нужно получать дополнительное одобрение, есть и Украина, как член программы Восточного партнерства. Тем временем Евросоюз разрешил использовать британскую вакцину компании AstraZeneca. Ожидается, что производитель поставит около 400 миллионов доз, отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. AstraZeneca стала уже третьей вакциной, получившей одобрение в ЕС. До этого были разрешены препараты компании Pfizer-BioNTech и Moderna. Векторные вакцины от COVID-19, такие как вакцина от AstraZeneca, проще в обращении, нежели препараты от Pfizer или Moderna. Ее легче перевозить и хранить. Это должно упростить логистику вакцины в границах Евросоюза. И, надеюсь, существенно ускорит темпы вакцинации в странах-членах ЕС. Доступные тарифы, ипотека на жилье, закон о референдуме, реформа СБУ, а также президентские стипендии – гранты для самых умных и талантливых учеников Украины. Владимир Зеленский записал новый видеоблог. В нем президент рассказал о достижениях в работе своей команды, о предвыборных обещаниях президента, которые уже стали реальностью. Смотрим далее. Уряд установил ограниченную цену на газ для побывающих жителей 6,99 грн. Меньше может быть. Больше? Нет. Не может быть. И это касается всего опаливального сезона. Также произошла нарада с местными головами и нафтогазом. Домовлено, что на местах тарифы на тепло и горячую воду не поднимутся. Окрім цього, на весне всі газопостачальні компанії мають представити населенню річні продукти. Там має бути вигідна фіксована ціна на весь рік, щоб наші люди смогли планувати свій бюджет, бачили ціну і знали, що ніхто не вправі її неочікувано задирати. Також уряд спростив доступ до субсидій. Більшість громадян можуть отримати їх одразу після заявки. Ще два роки тому середня ставка іпотеки в Україні була 21%. Зараз буде 7%. І вже цьогоріч українці, і, до речі, це стосується не лише молодих родин, але й всіх наших громадян. Так от, вже цього року вони зможуть отримати доступну іпотеку на житло під 7%. Президентський законопроект про народовладню через референдум. Ми це обіцяли. Ми це зробили. Мої вітання народу України, мої співчуття окремим партіям. Для декого це катастрофа, бо тепер важливі рішення можуть приймати не вони, а всі громадяни України на референдумі. Крім цього, дякую партії «Слуга народу» та іншим партіям, які підтримали закон про Бюро економічної безпеки, а також реформу Служби безпеки України. Це були важливі пункти моєї передвиборчої програми. Ми обіцяли, що СБУ не буде займатися економікою. Ми обіцяли, що СБУ не буде кошмарити бізнес та підприємців. А отже, знову, ми це обіцяли, ми це зробили. Стипендії для учнів за результатами ЗНО. Це 250 стипендій. По 10 для кожного прекрасного регіону України. А щороку буде визначатися топ-10 кращих учнів в кожної області за результатами ЗНО. Кожен з цих учнів буде отримувати стипендію 10 тисяч гривень щомісяця. Тобто всього кожен буде отримувати 120 тисяч на рік. Це дуже круто. Але за умови, що дитина обирає і навчається в українському вузі. Це справедливо. О вакцинації пандемії і ситуації з правами чоловіка в Білорусі говорили сьогодні міністры іностранних дел України, Литві і Польщі. Состоялось перше онлайн-засідання в форматі Люблінського треугольника. Глави ДІП-ведомств обсудили також агресію РФ на востокі України і підготовку к саміту Кримського платформу, який пройде в Києві в августі 2021 року. Я детально поінформував колег про Кримську платформу, про підготовку її встановчого саміту. Ми детально дуже проговорили цю тему. Думаю, що не буде секретом для всіх, що Польща і Литва активно підтримують цю ініціативу і загалом справу деокупації Криму. Пандемія повлияла і на характер преступлений. В 2020-м в поліції зафіксували почти вдвое більше заявлений о домашній насилий, ніж годом рані. А вот аварій на дорогах стало в три рази менше. По словам глави Национальной поліції України Ігоря Клименко, все благодаря введенню в стране видеофіксації правонарушений. Поліцейські домоглися реального відшкодування завданних злочинами збитків на понад 1 мільярд гривень. Зауважую, що ця сума складає половину від загальних відшкодуванних збитків по державі всіма правоохоронними органами. Та ще майже на 2 мільярди ми наклали арешт. Современный концлагерь в неподконтрольному Києві, Донецьке. В сети появилась фотография подпольной тюрьмы, где уже 7 лет жестоко пытают заключенных. Что на самом деле происходит в стенах изоляції? Сколько подобных тюрем существует в Ордло, знают мои коллеги. Изоляция – подпольная тюрьма в неподконтрольном Украине, Донецке. Пытки и насилие над заключенными здесь стали ежедневной рутиной. Те, кто прошел изоляцию, называют это место концлагерем. Там целая разветвленная система пыток. То есть самый распространенный вариант – это пытка электрическим током. В общем-то, пытать вас могут, например, вас могут поставить, держать так называемую стенку. То есть, когда человек расставляет широко ноги, руки кладет на стену над головой и стоит так вот, ну, может стоять несколько суток фактически, пока ноги не отекут и он не упадет. А если он падает, то его начинают сбивать. Впервые о пытках и издевательствах в изоляции узнал весь мир. Во время парламентской ассамблеи Совета Европы украинская делегация в подробностях рассказала о существовании концлагеря на территории Ордло. В первой године дебаты по Украине и по порушениям великих питаний и в рамках других стран, которые действует Россия. А оскільки Рада Европы и Парье закликали Россию до диалога, мы показали в цьем документе, показали в своих выступах, которые стосировались, например, очень точково, так как изоляция. Когда выступал, я понимала, что я в конце списка по выступам, я пану Мережко передала свои материалы, в том числе, когда он начал говорить о том, что людям там отрезают частины тела, отрывают нефти, их катуют, им не дают есть, а дают 50 граммов хлеба в день. Украине необходимо собирать доказательства пыток для международных судов, считает адвокат Николай Полозов, анонимно, тихо и тщательно. Естественно, правозащитникам, государственным органам Украины эту информацию необходимо всячески фиксировать, для того, чтобы в последующем, может быть, в международных инстанциях, может быть, если будет разбирательство в международном уголовном суде, все эти доказательства преступлений российского режима и подконтрольных ему властей ЛДНР, можно было четко установить и привлечь к ответственности виновных лиц. Именно со сбором доказательств и показаний бывших узников изоляции большие сложности, говорят прокуратуре Донецкой области, ведь открыто говорить о пытках решаются не все. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры пребывает криминальное проведение о факте взнущения с цивильных людей и военно-полненных в так называемой изоляции в городе Донецкой. Поэтому, в связи с расследованием этого криминального проведения, мы также обратились к гражданам, которые, возможно, владеют определенной информацией или были потерпелыми в изоляции. За семь лет конфликта на Донбассе, по разным данным, через изоляцию прошли более тысячи украинцев. Верховный комиссар ООН в своем отчете подтверждает, в подпольной Донецкой тюрьме заключенных пытают и подвергают насилию. Под данным украинского МИДа, на территории Ордло мест подобных изоляций есть еще минимум полторы сотни. Миномет «Молот» могут вернуть на вооружение украинской армии. С ним связан ряд трагических инцидентов. Теперь на одном из заводов Укроборонпрома орудия доработали. О том, какую модернизацию прошел миномет, узнавал Валерий Бакус. Это скандально известный украинский миномет «Молот». Скандальный он тем, что за время пребывания на украинском вооружении с 2016 по 2018 он взрывался 9 раз. Трагические инциденты забрали жизнь 13 минометчиков, более 30 получили ранения. Окончательно прекратить его использование в армии решили после разрыва молота на Ровенском полигоне. Тогда погибли трое солдат, 9 человек были ранены. Следственная комиссия установила, миномет несовершенен. Ствол перегревался от интенсивной стрельбы, предохранительные элементы ржавели и заедали. Увеличивалась вероятность двойного заряжания и взрыва мин в стволе. Их останавливали при тех боях, которые были в 2015 году, потому что он светился, как батарея от количества огня. Но уже сейчас главный конструктор завода-производителя презентует модернизированный молот. Внешне он не отличается от предшественника, однако все его узлы доработаны, и он готов вернуться в строй. Обратите внимание, это механизм двойного заряжания. Раньше была проблема, когда при эксплуатации, если здесь возникала ржавчина, то, возможно, залипали вот эти элементы. Мы применили так называемую биметаллическую пару. У нас здесь оружейная латунь и оружейная сталь. И при этом мы абсолютно уверены, что никакого зависания этих элементов не будет. Вот так примерно и все распространяется по поводу всей этой конструкции. Кроме короны модернизировали тележку миномета и его плиту. В результате молот стал легче, мобильней и универсальней. Установить его можно не только на земле, но и на асфальте или бетоне. Следующая цель разработчиков – научить миномет стрелять боеприпасами натовского образца. Валерий Бакус, Руслан Белозеров, Киев. Твой дом. Один из старейших зоопарков Европы, амстердамский Артис, больше не может позволить себе содержание львов. Бетонный вольер для хищников, построенный еще в 1927 году, требует реконструкции. Цена вопроса – 4 миллиона евро. Но из-за пандемии в зоопарке было вдвое меньше посетителей, а сейчас он и вовсе закрыт для публики. Так что две львицы и один лев в середине февраля переедут во Францию. Сейчас ситуация действительно тяжелая, потому что у нас есть расходы, но нет доходов. Это означает, что после многих сбережений, потраченных в самом начале кризиса, теперь мы должны прекратить все инвестиции. Украинский флаг над Антарктидой. Первой и единственной украинской полярной станции Академик Вернадский в этом году исполняется 25 лет. Ее в 1996-м Великобритания продала Украине за символический один фунт. Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании дня рождения Академика Вернадского в программе проведения Международной научно-практической конференции в феврале. Летние Олимпийские игры в Лапландии. Самый холодный городок Салла, где зимой температура опускается ниже 50 градусов по Цельсию, решил подать заявку на проведение летней Олимпиады в 2032 году, чтобы обратить внимание всего мира на последствия глобального потепления. Как и положено городу, кандидату в Сале сняли ролик по летнему. Одетые люди на фоне зимних пейзажей сидят в шезлонгах, едят мороженое и купаются в ледяном озере. Но в то же время в заявке представлены все необходимые атрибуты. Логотип, талисман, униформа. Конкурентами Салы пока являются Доха, Мумбаи и Рейн-Рурский регион Германии. 2032 год станет поворотным моментом не только для нашего города, но и для всей планеты. Наше лето становится все жарче, а зимы все короче. Мы обеспокоены таким изменением климата и мы делаем все возможное. Это немного, но если все люди сделают все от них зависящее, мы получим хорошие результаты для всей планеты. С пожеланием успеха в самых смелых начинаниях я прощаюсь с вами на неделю. Новости телеканала Дом. Любое время вы можете найти YouTube, Facebook и Telegram. Доброй ночи и удачи! Редактор субтитров А.Семкин